Дорогие друзья, шалом алейхем! Чудо — это не когда останавливается природа для нас, как раскрытое Красное море. Такие случаи бывают очень редко. Чудо — это когда Всевишний вошел в доктор, который смог нам помочь. Когда Всевишний вошел в прокурор, который принял правильное решение. Когда Всевишний переодевается в судья, когда хозяин, человек который решает наша судьба на работе, в этот момент Всевишний вошел и повлиял на его решение. В результате нашей просьбе и наша молитва и наша надежда и вера в Всевишний, он нам делает чудеса. Но мы не должны ожидать чудеса, которые ламают природа. Всевишний так не делает, только кроме редких случаев. Чудеса — это когда Всевишний услышал наше молитву, и через природу, через мир, который уже существует, он нам помогает. Но его надежда и то, что он от нас хочет, что мы увидели, что это его чудо. Сегодня вечером начинается праздник Пурим. Пурим — это очень веселый день для евреев. Когда надо делать большой лахаим, напиваться, переодеваться, маскарат, терапиза, подарки друг друга, помощь нуждающим. Самый-самый веселый день. И один из главных моментов Пурим — это когда мы читаем Свитак Эстер, Мегилак Эстер. Чудо, которое произошло с евреем. Но когда мы читаем эту историю с начала до конца, нет ни одно слово Бога. Там есть такая милная опера интересная. А царь, который убил свою жену, потом четыре года узкала ему жену. И он нашел еврейку, но он не знал, что она еврейка, Эстер. И позже она смогла повлиять на него, на решение, на виговар, убивать евреи. Потому что был министр Хаман антисемит, который требовал на него убивать евреи. А царица Эстер смогла повлиять. Вроде бы история, которая бывает в жизни. Когда жена влияет на мужа, он ее выбрал. И все-вишни не упоминается. И тут есть вопрос. Где Бог? Если мы отмечаем такой идеи и читаем такой свитак Эстер, почему нет имя Бога? Но тут есть очень большой урок. Все-вишни хочет нам сказать, что весь город это как Пурим. Вроде бы есть история. Царица, которая повлияла. И обстоятельства, которые были. И Мордехай, который был влиятельный, дал хороший совет. Для подробностей надо читать свитак Эстер очень интересная история. Но за этим стоит Бог. И Бог надеется на то, что когда мы почитаем Мегилат Эстер, мы поймем, что это все он. И наша жизнь это как Пурим. У нас каждый день Пурим. Когда происходят с нами чудеса, но это выглядит как природа. Это доктор, это прокурор, это судья, это друг, это ситуация, это обстоятельства. И все-вишни переодевается и заходит в эту природу, которую он сам создал, и надеется, и ждет от нас, что мы признали, что это он. И это то, что учит нас Пурим. Поэтому надо делать тоже большой лехаим. Что происходит, когда мы делаем лехаим? Мы напиваемся и становимся такими, как мы есть. Наша сущность и открывается. Нет у нас страхи, у нас нет мыслей, которые нам мешают. Мы не обязаны отчитываться и отвечать перед никого. Мы становимся такими, как мы есть. Это то, что произошло на Пурим. Когда был выговор на евреи на Пурим, и были там очень много светских евреев, которые нарушили закон, они участвовали на трапезе, ели некошерное. Но когда был хаман, который говорил, что будем убивать евреи, ни один еврей не отказался от еврейства. Ни один еврей не говорил, хорошо, я не еврей, я все равно нарушаю, мне не надо убивать. Они все собрались, по прозву Эстер и Мордрехай, молились, и ни один еврей не ушел от еврейства во время опасности. Кстати, в другие праздники, как Ханука, как Пейсах, очень много евреи ушли от еврейства. От страха, от паникы, они не хотели умереть. Много остались в Египте, много остались во время Ханука греки, они приняли греческие правила. А на Пури, ни один еврей не ушел от еврейства. Потому что, сут еврей, его душа внутри, что он хочет быть еврей, что он любит всевишний, верит во всевишний, и не хочет уйти от вера, и связи со всевишний. И поэтому мы тоже переодеваемся. Мы переодеваемся, потому что вся идея, Пури, что всевишний тоже переодевается, он скрывается в природе, и показывает нам чудеса. надо слушать и читать два раза свитокестер, и вечером, и днем. Есть обязательно трапеза Пури, когда надо напеваться, использовать эту нитзву, что мы раскрыли нашу внутренность, ка-какими миесна самам-дели, надо дат, шалах мунас, другим, лудием, и наити, нушдаюши, бедны дат, от аназиваица, мэтанут лавионим, паболошер, раздават, седоку, и дай бог, шторадас Пури, бедны дгилас, и згод, до прихода Машииха. Зайд дизунт, апрей лахм Кури, метависоле Кури на Йидеш, Игут Шабес.